МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Открытая территория – проект «Земля белого аиста» увеличит рязанскую популяцию птиц. Профессия участковой 17 ноября – вековой юбилей службы. И сразу на маршрут в Рязани на 22 троллейбуса стало больше. В Рязанском доме «Белого аиста» готовят новый проект «Земля белого аиста». Он предполагает создание туристической тропы длиной порядка 80 километров. Там рязанцы и гости региона смогут увидеть воочию эту статную птицу во время гнездования. Аист – символ благополучия, крепких семейных уз и рождения детей уже многие века. И это вовсе не легенда, утверждают орнитологи Рязанского дома «Белого аиста». С появлением в 2019 году Центра помощи аистам гнездовий стало, конечно, больше. Но пока что популяция этих птиц в регионе малочисленна. Сегодня рязанцы готовят проект «Земля белого аиста». Задумка предполагает размещение вышек с гнездами вдоль реки Аки от села Кораблино до села Ижевская. И начать орнитологи рассчитывают уже в следующем году. Для аистов территория той тропы, которая предлагается, весьма благоприятна, поскольку мы знаем, что аисты любят, во-первых, пойменные территории, открытые. Во-вторых, уже на этой территории имеются несколько гнезд аистов, которые были там даже уже до начальной реализации нашего проекта. В частности, в Спасском районе четыре гнезда планируется как раз включить в тропу. Впервые эту птицу заметили в рязанских краях в начале 20 века. Впрочем, Рязанская область никогда не была ареалом постоянного обитания белого аиста. Слишком мало тут болот. Зато ухаживать за аистами у нас умеют лучше всех. Мы приняли решение, и это назревшее давно решение, выйти за пределы питомника и начать нашу работу уже на пространствах населенных пунктов, ландшафтов, которые окружают нашу среду, во всех тех местах, где человек может соприкоснуться с аистом. Люди должны понимать, как себя вести, люди должны понимать эту замечательную птицу, чтобы не навредить ей, чтобы способствовать ее дальнейшему расселению, чтобы этой птице здесь было комфортно. Поэтому наш проект «Земля белого аиста» она касается экокультурного преобразования окружающего ландшафта. Отслеживание птиц по трекерам, онлайн-картинка из гнезд, документальные фильмы о диких белых аистах. У проекта много направлений. Главная его цель – объяснить рязанцам и гостям нашего региона, что эти пернатые гнездятся вблизи человека, и своим бережным отношением к ним мы можем увеличить их численность. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». День участковых уполномоченных полиции или День участкового отмечают в России ежегодно 17 ноября. В этом году юбилей – ровно 100 лет со дня создания службы. С одним из ее ярких представителей встретилась и наша съемочная группа. Вдохновлен был в детстве старыми телесериалами. Это как улица разбитых фонарей. То есть шел целенаправленно помогать именно людям в их трудных ситуациях. Помогать, разбираться, разъяснять, как лучше, правильнее поступить. Мать работала в милиции дознавателем, отец и дядя тоже из органов. Владимир с детства знал, кем хочет стать. Да и по телевизору контент вдохновлял. Убойная сила, участок, в общем, впечатлился. И пошел работать в полицию. В фильмы сериала там очень укорочено время. То есть на определенный момент нужно более длительное время в нашей работе. Потому что больше документооборот. Больше, чем на самом деле в фильмах. В должности с 2015 года. Правда, в 2018 поменял административный участок. Теперь в его ведении проезд Речников, улица 26 Бакинских комиссаров, Кремль. В общем, исторический центр. Говорит, что район спокойный. И самое частое нарушение здесь мелкое хулиганство. За хорошие показатели в день участковых уполномоченных полиции Владимира премировали. Капитан полиции Маконова Владимир Вячеславович. Участковые полномоченные полиции отдела МИД России по Советскому правилу. Службу участковых уполномоченных называют самой народной. Именно они, что называется, на земле. Чаще остальных общаются с людьми. Помогают решать мелкие бытовые конфликты. Всякие распри и раздоры. В этот день торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны. Участковых поздравляют и коллеги, и высшее руководство. Отличившихся поощряют дипломами и премиями. Не забывают о ветеранах. За их большой личный вклад в укрепление правопорядка. В результате теракта на железной дороге поезд сошел с рельс. С обсуждения этой темы в рязанских СМИ началась неделя. Далее история обрастала подробностями. О том, что именно произошло на переезде «Рыбная» блокпост, расскажем далее. 11 ноября, суббота, начало 8 утра. Привычную утреннюю тишину нарушает громкий хлопок. Как позже выяснится, этот хлопок станет причиной, по которой 19 вагонов грузового поезда сойдут с рельс. Произошло это на перегоне «Рыбная» блокпост. В нескольких километрах от этой камеры домофона, на которую и сделана запись. Вот вагоны. Вот, тоже сошел. Глава региона Павел Молков в своем телеграм-канале специально уточнил, что в грузовых вагонах перевозили минеральные удобрения. Да это и видно на кадрах очевидцев. Пострадавших нет. Как нет и задержки движения, ибо ветка эта тупиковая. В московском ЖД отметили, что угрозы экологии тоже нет. Последствия этого теракта, а именно так идентифицировали ЧПА силовики, устраняют около 300 железнодорожников. В ООО «РЖД» создан координационный штаб по ликвидации последствий аварии. На месте работало 4 восстановительных поезда. В связи со сходом вагона грузового поезда в Рязани, Московская межрегиональная транспортная прокуратура организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка проводится Рязанской транспортной прокуратурой. По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, по части 2 статьи 205 и части 3 статьи 222 прим. 1 Уголовного кодекса РФ, контролируется прокуратурой. На минуточку статья 205 носит заголовок «Террористический акт». Статья 222 – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. В телеграм-каналах уже появилась информация, что свидетели видели двух человек, которые, цитата, «копались» на месте взрыва. По одной из версий, самодельных взрывных устройств было два. Заложили их под шпалы на станции Дягилева, в 10 метрах друг от друга. Сейчас подозреваемых ищут оперативники. Позже появилась информация, что предполагаемые диверсанты наблюдали за поездом через видеокамеру. Дескать, эксперты обнаружили ее фрагменты, закрепленные на дереве. Внутри самой камеры было взрывное устройство, которое сработало через 5 часов после теракта. В своем телеграм-канале Павел Малков добавил, что провел очередное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Там обсудили дополнительные меры, цитата, «по повышению защищенности потенциально опасных объектов в регионе с учетом ЧП на железнодорожном перегоне». Движение же на участке «Рыбный блокпост» восстановлено. «Вчера в 15 часов 34 минуты по перегону проследовал первый грузовой поезд. Ведется большая работа по усилению мер безопасности. Поручил проанализировать опыт других регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Оперативно принимаем и исполняем решения для обеспечения безопасности в нашем регионе». Конец цитаты. «РЖД в рекордные сроки восстановили движение по поврежденной ветке. Мы же примем дополнительные меры безопасности на объектах». Так прокомментировал подрыв железной дороги губернатор Павел Молков. Большую часть заседаний правительства он посвятил выполнению поручений на местах. Прозвучала и тема платных парковок. Напомню, с нового года они переходят под юрисдикцию городских властей. «Усилить бдительность на местах» – с этим тезисом обратился к главам муниципалитетов Павел Молков, открывая заседание правительства. Он призвал всех без исключения наращивать меры по обеспечению безопасности. Это было важно до недавнего подрыва поезда, это важно и сейчас. Еще одна важная тема – позиционирование региона на выставке «Россия». Каждому рязанцу ее неплохо было бы посетить. «Многие катаются на нашем воздушном шаре. Я всем рекомендую выставку посетить. И нам надо, коллеги, обязательно подумать, как туда организовать экскурсии для школьников, для студентов. Возможно, даже выезды для коллективов предприятий разных учреждений». Одна из главных тем обращений рязанцев – судьба платных городских парковок. С нового года они переходят под юрисдикцию муниципальных властей. Уже определен оператор, компания техобеспечения. На главный вопрос от горожан, будут ли сокращать платные площадки, исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов, ответил утвердительно. «Количество улиц, которые были ранее определены для платных парковок, будет сокращено. На сегодняшний день то, что касается по право Лыбинской, пока она находится в перечне улиц для организации платных парковок. Но мы перечень сформируем до декабря месяца, уже окончательно, исходя из интенсивности движения и количества социальных объектов, находящихся на улице». «Мы еще год назад, по-моему, на правительстве говорили о том, что это инструмент, в первую очередь, не зарабатывание денег, естественно, а это инструмент регулирования загрузки улиц. У нас, к сожалению, не везде есть возможность существенно развивать парковочное пространство. Там, где возможности совсем ограничены, для того, чтобы не допускать перегрузки улиц, соответственно, вводится платная парковка. Мы именно по таким принципам дальше и будем действовать». Пенсионеры из Касимова пожаловались на отсутствие в их городе программы «Активное долголетие». Уже запущен сайт, но информирование населения, заявил губернатор, вероятно, оставляет желать лучшего. «Мы разработали сайт. У нас организована интерактивная карта, где в разрезе каждого муниципального образования с телефонами, с адресами, с мероприятиями указано то или иное направление, куда может записаться житель старшего возраста. В городе Касимов и Касимовском районе более 50 мероприятий организовано. Они вот у нас указаны на интерактивной карте, указаны телефоны и адреса». Одна из самых актуальных на сегодня тем для рязанцев – электронная запись к врачу. Жалобы растут в основном на новые федеральные правила, по которым в очередь к узким специалистам можно попасть только после посещения терапевта. К их расписанию тоже есть вопросы. Министр здравоохранения региона предложил упростить систему. «Мы, по сути, откроем возможность пациентам запись к узким специалистам при условии того, что пациент находится в группе диспансерного наблюдения по данному профилю. Поэтому сейчас выбираем ряд пилотных направлений, где у нас группа диспансерного наблюдения меньше, и будем точечно подключать, смотреть, какая нагрузка на систему ложится». Что же касается роста жала, Призанская область, по словам Александра Пшеникова, сегодня в пятерке регионов, где для записи к врачу используют госуслуги. Каждый четвертый рязанец обращается к этой платформе, и на каждом этапе можно оставить жалобу, в том числе, если что-то пациенту просто непонятно. Но это в региональном Минздраве тоже будут исправлять. Как и обещал, продолжаем обновлять городской транспорт. 22 троллейбуса готовы к выходу на маршруты. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. Написал в своем телеграм-канале Павел Малков. В том, что троллейбусы уже могут выходить на маршруты, губернатор убедился лично. 22 троллейбуса из Санкт-Петербурга – очередной шаг к обновлению автопарка общественного транспорта. На улице Рязани эта партия выйдет уже совсем скоро. Им нужна небольшая косметика, после которой троллейбусы будут приведены к единому стилю. Губернатор на этом настоял, и, по словам Павла Малкова, на их бортах теперь не будет рекламы. От нее власти отказались полностью. Вся партия соответствует транспортной безопасности. Во всех оборудованы информационные табло, установлены системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения. Сейчас они приводятся в порядок, приводятся к единому бренду, потому что я считаю, что это тоже строго обязательна. Это не просто разномастная техника, а единый стиль, который сразу прибавляет какого-то комфорта на улицах, связанности. В целом придает дополнительные черты лицу нашего города. Поэтому они сейчас все приводятся в порядок. Все оформляют в соответствии с единым брендом и в ближайшее время выйдут на улицы. Плюс у нас сейчас приобретается дополнительно пять новых троллейбусов и приобретаются большие автобусы. Поэтому, как и обещали, продолжается такая масштабная реформа общественного транспорта. И в ближайшие несколько месяцев мы увидим еще большое количество новых машин на улицах. Вот я сам езжу по улицам, и каждый раз, когда вижу старый троллейбус, это вот прямо сердце переворачивается. Конечно, хочется, чтобы все они с улицы уже наконец ушли. И мы такой вот представили современный облик города, по крайней мере в общественном транспорте точно. Первые десять машин выйдут на линии в самое ближайшее время, остальные в течение ноября. С учетом запросов жителей, троллейбусы будут обслуживать маршруты номер один, три, пять, девять, десять и шестнадцать. В день сотрудника внутренних дел губернатор Павел Малков вручил начальнику ОМВД России по Рязанской области Владимиру Алаю ключи от электромобиля, предназначенного для патрулирования пешеходных зон и парков Рязани. Кроме того, губернатор порадовал и другими новостями. Губернатор Павел Малков, начальник ОМВД Владимир Алай и исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов в день сотрудника внутренних дел на территории управления по традиции возложили цветы к мемориалу погибшим сотрудникам. Затем наступило время подарков. Во-первых, ведомственный автопарк пополнил вот такой небольшой китайский электрокар «Блавал». А дальше слово взял губернатор. Это все-таки будет сопутствующая такая поддержка в пресечении каких-либо предполагаемых действий. На самом деле, почтовый же это только начало. Мы сейчас в целом такие устройства очень расширяем. И, конечно, основная составляющая, то, чтобы там было себя безопасно и комфортно, это очень важно. Ну и из хороших новостей еще. Мы с Артемом Торчевым вчера бюджет еще раз пробегали. И с учетом праздника мы говорили еще раз, есть источник, и все на следующий кухне мы сто за уже. Новенький электрокар с литиево-никель-кобальтово-оксидным аккумулятором создан специально для города. В Рязани его будут использовать в парковых зонах. У машины, кстати, нулевой выброс. По словам Владимира Алая, машина станет хорошим подспорьем для патрульно-постовой службы в тех местах, где обычные авто не пройдут. В Рязанской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство трех лиц из далекого 98-го. И убийцы, и пострадавшие были приближенными бандитской группировке. Подробности далее. 1998 год, Рязань. Тогда, как принято считать, трава была зеленее, деревья выше, а эхо бандитских разборок гремело на каждом углу. Вот так в мае в одно из офисных городских зданий вошел 22-летний парень. При себе у него было незарегистрированное оружие – пистолет калибра 5,45. Спокойно поднялся на третий этаж, нашел нужного ему человека и выстрелил дважды. На обратном пути стрелку встретились еще двое – на лестнице. Итог расправы – один убит, двое раненых. После злоумышленник скрылся, что называется, в неизвестном направлении. От оружия избавился, Рязань спешно покинул. Даже больше скажу, не все потерпевшие были установлены на тот момент, потому что в воле судьбы сложилась такая ситуация, что эти все лица, и нападавшие, и пострадавшие, имели определенное отношение к одной из преступных группировок, действующих на тот момент в городе Рязани. Поэтому, соответственно, люди не желали там особо беседовать с сотрудниками правоохранительных органов, на тот момент следователем прокуратуры советского района города Рязани и сотрудниками милиции. И через определенный промежуток времени предварительное следствие было приостановлено с единственным установленным в лица, совершившим данное преступление. История получила продолжение только в этом году, когда сотрудники УГРО заново провели оперативно-розыскные мероприятия. Из беседы с приближенным к бандитской группировке стали известны приметы убийцы. И дальше все по стандартной схеме. Допросы, экспертизы, следственные эксперименты предполагаемого преступника задержали в Московской области. Кстати, тоже в мае, ровно 25 лет спустя после преступления. Правда, тот сразу выбрал линию защиты. Говорит, что не нападал, а наоборот, оборонялся в этом офисном здании. В ходе следствия там большое количество было проведено допросов, повторных допросов, проверок показаний на месте с выходом в это помещение. Следственный эксперимент с применением видеосъемки, фотофиксации, привлечением из баллистов, специалистов и судебных медиков. И его показания проверялись и судебными медиками, и баллистами, и экспертами КЦ МВД России по Рязанской области. И в конце концов было достойно подтверждено, что он дает ложные показания в этой части. Следователи рассказали, что причиной такого поступка стала отнюдь не борьба между группировками, а банальная бытовая ссора. Теперь же подозреваемому инкриминируют статью покушения на убийство двух и более лиц. Максимальный срок – до пожизненного. Однако с учетом требований Уголовно-процессуального кодекса данную меру наказания могут заменить иной мерой. В Рязанской области набирает обороты проект «Активное долголетие». Это когда пенсионеры занимаются спортом, творчеством и проводят время в компании единомышленников. Всего предусмотрено 346 площадок и более 600 мероприятий. Для здоровья, для ума и для творчества. «Активное долголетие» помогает рязанцам серебряного возраста найти занятия по душе. Да еще и в компании единомышленников. Проект стартовал летом этого года и объединил различные досуговые мероприятия для пенсионеров. Одна из площадок – научно-методический центр народного творчества. Сюда приходят рязанцы из областного центра и муниципалитетов, чтобы поделиться своими творческими идеями и успехами. Вот этот проект «Активное долголетие», который произнес и учредил губернатора Рязанской области, нам кстати, потому что, собственно говоря, деятельность активного долголетия расширилась. Площадок много и самое главное, что власти заинтересованы и всячески этому потворствуют. Здесь, конечно, клуб прирастает участниками, потому что люди понимают, что где-то он работал, а ручки-то их надо обязательно чем-то занять, мелкой моторикой, альцгеймер, чтобы не догнал. Вышивка лентами, пэтч-ворк, одежда ручной работы. Мастерицы клуба сегодня делятся своими идеями и ждут предстоящую выставку по случаю юбилея самой старейшей участницы коллектива – Раисе Николаевне Фадеевой в следующем году 90. Кстати, она и организовала творческое объединение «Хозяюшка» 10 лет назад. Я занимаюсь и решила организовать, пусть и клуб мне не нравится, я хочу назвать творческое объединение, потому что женщины занимаются не только лоскутным шутивом, они вяжут, живописью занимаются всеми видами народного творчества. Мастерицы называют свое объединение вторым домом. Здесь каждый чувствует себя частью большой семьи, где можно рассчитывать на поддержку и понимание, причем не только в творчестве. Спортом занимаемся, стараемся, выезжаем на природу. Раиса Николаевна у нас прекрасный организатор. Она всегда приглашает к себе на дачу, там село Кузьминское, рядом с Константиновым. Мы туда с удовольствием приезжаем, помогаем ей. Работа над проектом «Активное долголетие» «Здоровая Рязань» проходит по всему региону. Принять участие в мероприятиях может любой инициативный пенсионер. Более 100 тысяч людей старшего возраста уже вовлечены в программу по 20 различным направлениям. От творческих мастер-классов до обучения компьютерной грамотности. Узнать о ближайших мероприятиях можно на сайте программы «Активное долголетие», где представлена интерактивная карта нашего региона. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской областной детской библиотеке презентовали книгу Анатолия Митяева «Сказки у костра». Оригинальное издание для детей увидело свет в последний раз в 1965 году. Новая версия включает в себя 12 историй. Иллюстрации к ним подготовил художник Максимилиан Пресняков. «Синичкино солнышко», «Пингвин» и «Муравей-космонавт». Всего в новом издании книги Анатолия Митяева «Сказки у костра» 12 историй. Рязанская областная детская библиотека готовила этот проект целый год. С макетом сборника помогли коллеги из Горьковки. И вот в преддверии столетнего юбилея со дня рождения писателя книга увидела свет. Целый издательский центр Горьковской библиотеки совсем молодой. Полный цикл печальной подготовки мы производим всего лишь в 2022 году. Прикоснуться к детской классике, прикоснуться к современному изданию детской классики советской, это для нас было серьезным событием. Общий тираж – тысячи экземпляров. Иллюстратором выступил Максимилиан Пресняков. Художнику удалось облечь содержание произведений Анатолия Митяева в совершенно новую современную форму, насытив добрые и светлые истории яркими картинками. Строгим цензором выступала вдова автора Ие Николаевна Пестова. Именно она написала вступительную статью к сказкам своего мужа и отобрала лучшие из иллюстраций к ним. Что касается непосредственно уже художника, когда он работает, тут насколько удается погрузиться в эти образы. И в данном случае важно, что я, например, специально не смотрел художников до меня, работавших с Митяевым, непосредственно перед тем, как приступить к работе. Почему? Чтобы все-таки это увидеть немножко по-своему, и чтобы не усилием как-то что-то придумывать, а чтобы это родилось естественно. Иллюстрации получились живыми и красочными. В работе художник использовал акрил, гуашь и цветные карандаши. Конечно, пришлось применить и компьютерные технологии. После оцифровки изображений иллюстратор работал с ними в графическом редакторе. Книга сказки у костра – это первый шаг в сторону знакомства маленьких рязанцев с писателями-земляками, рассказывает директор Рязанской областной детской библиотеки. В одном классе произошла кража. Ребенок что-то украл, и никто не признавался. Встал один мальчик и сказал, надо признаться, потому что вот такое вранье может погубить чью-то жизнь. И как в сказке Митяева «Пингвины». Там действительно такой сюжет, что из-за обмана погиб другой пингвин. Видите, то есть как эта книга может повлиять на ребенка и как может запасть ему в душу. Понятие справедливости, взаимовыручки, честности и силы духа. Сказки Анатолия Митяева учат детей извечным моральным истинам, которые будут помогать им на протяжении всего жизненного пути идти дорогой добра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова